Приветствую вас, я думаю, что ключевой момент того, что вы описываете, заключается в непринятии вами себя, то есть у вас есть некие чувства, у вас есть некие желания, у вас есть некие потребности, которые вы естественно хотите реализовать, естественно хотите удовлетворить, вот, но вы себе это запрещаете почему-то, хотя, в общем-то, на сегодняшний день в современном мире, как бы, очень свободные отношения можно выстраивать между людьми, вот, во всевозможных вообще пропорциях, во всевозможных вообще комбинациях, никаких проблем нет с этим. То есть, понимаете, какая штука, вот, просто я хочу, чтобы вы как-то вот это для себя, может быть, ну, может быть, выделили, да, какая штука. Быть может, быть может, вы не определились сами в том, какую, допустим, допустим, позицию, какую позицию вы хотите занимать по отношению, там, ну, не знаю, по отношению, к примеру, к партнерам вашим. Может быть, вы не определились до конца, вот, с этими моментами. То есть, вы, возможно, не приняли, вот именно в себя до конца и не позволяете себе быть собой по ряду причин. Кстати, причины могут быть самыми разными, начиная, там, от комплексов, заканчивая страхами различного рода. Но факт, это факт. Потому что ничего такого криминального, плохого вы не описываете. Ничего такого деструктивного, что можно было бы назвать в какой-то степени вредным, да, из чего можно было бы сделать вывод, что вот, то, что вы хотите, это будет вредно, там, ну, кому-то. Нельзя. Нельзя абсолютно это сказать. Но, тем не менее, тем не менее, вы, вы утверждаете, что вам, ну, как бы, что вам тяжело, и я, я верю вам. Я верю в то, что вам действительно тяжело, я верю в то, что вам, ну, действительно сложно, я верю в то, что вам действительно трудно. Я в это верю. Я не хочу сказать, что вы обманываете. Нет. Не хочу как-то принижать ваши переживания. Но речь идёт именно вот о том, что вы ничего такого не описываете плохого. Понимаете? Вы не описываете чего-то ужасного. Вы не описываете чего-то страшного. Страшного. Вот. И если вам, например, если вам сложно-сложно и тяжело, допустим, себя принимать, да, если вам это сложно, то вам можно помочь. Вам можно помочь раскрыть свои чувства, раскрыть свои эмоции, раскрыть свои желания, увидеть вот эти вот моменты, когда вы ориентируетесь не на, допустим, ну, не на себя, да, а на, там, к примеру, мнение других людей, вот, и так далее. То есть, можно сделать так. Можно так сделать. Но сдерживать, сдерживать то, что вам хочется, ну, это совершенно не вариант. Потому что кроме вреда себе больше ничего не будет. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите про, значит, ну, вы говорите про определённого рода свои желания. Вот. И я думаю, что здесь нужно экспериментировать. Я думаю, что здесь нужно просто пробоваться. Вот. И, соответственно, пробуя, экспериментируя, исследуя, допустим, тело, своё тело своего партнёра. Вот. А вы придёте, вы придёте к тому, что хотите. Вот. То есть, вот тут мне видится ситуация вот такой. Мне видится ситуация здесь вот такой. Я не хочу сказать, что, вот, что, то, что я говорю является обязательно, верным, обязательно правильно. Не хочу сказать. Сказать так. Вот. Вот. Но. Но. Возможно, это для вас, возможно, это выход. Для вас. Возможно, это выход. Возможно, вам имеет смысл обратиться к сексологу. Для того, чтобы именно вот сексолог вам помог, ну, как-то вот лучше себя чувствовать, лучше себя ощущать. Лучше себя понимать, вот. И так далее. Возможно, это нам имеет смысл сделать. Сексолог у нас на ресурсе есть, вот, так что при наличии желания вы можете обратиться к специалистам, вот, я уверен, что помощь вы обязательно получите. Только будет, наверное, к вам небольшая просьба, да, то, что термины, которые вы используете, термин, которые вы используете, ну, лучше не используете. Не питомый ответ, что это плохое, нет. Просто, когда вы говорите про себя, лучше говорить своими чувствами, лучше говорить своими словами. А за терминами, за словами вы просто прячетесь. Потому что я уверен, что если, да, я уверен, что вы это востудитесь, во-первых, более чем уверены. А во-вторых, ну, опять же, вы что-то сказали, да, то есть все поняли, но чувства свои вы не выразили. Если вы не выразили свои чувства, то, ну, по факту, вы остаетесь просто в неудовлетворенном состоянии. Вы остаетесь. Вот. Чего я уверен, вам бы не хотелось. На этом все. Я надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Так Histric筆 pay esse чувством. Субтитры сделал DimaTorzok